Однажды люди задали жизни один и тот же вопрос, почему я так живу? Первый человек спросил, почему я так живу? Часто болею, неудачи постоянно сопровождают меня, я словно магнит для всяких неприятностей. И жизнь ответила ему, потому что ты живешь на зло, обижен на весь мир, попался в ловушку злопамятности и ненависти, а жить нужно на радость себе, окружающим, Богу. Вот тогда ты будешь счастлив. Второй человек спросил у жизни, почему я так живу? В постоянной борьбе с кем-то или чем-то все не так. И жизнь ответила ему, потому что ты живешь вопреки, вопреки всему и всем. Ты словно не повзрослевший подросток, все еще бунтуешь, никак не можешь остановиться. Вот поэтому у тебя такая поперечная жизнь, а жить нужно благодаря. Вот тогда-то ты и станешь счастливым. Третий человек спросил у жизни, почему я так живу? Постоянно завишу от мнения окружающих, не уверен в себе. И жизнь ответила ему, ты живешь, чтобы тебе завидовали, а жить нужно так, чтобы твоим примером вдохновлялись. Вот тогда ты и будешь счастлив. Четвертый человек спросил у жизни, скажи, но почему я так живу? В постоянном стрессе и напряжении. И жизнь ответила ему, ты живешь, чтобы кому-то что-то доказать. Твоя жизнь состоит из сплошных теорем, которые постоянно нужно подвести к, что и требовалось доказать. Но это никому не нужно. Не нужно никому и ничего доказывать. Ты на это столько тратишь времени и сил на доказательства, и на то, чтобы питать мысли образы других людей в своей голове, которые всегда будут голодными, и просить внимания к себе еще и еще. А нужно жить в аксиоме счастья. Четвертый человек спросил у жизни, почему я так живу? Жизнь для меня сплошное разочарование. И жизнь ответила ему, потому что ты живешь на показ. И где же ты настоящий? Нужно быть, а не казаться. Вот тогда ты и станешь счастливым. Шестой человек спросил у жизни, почему я так живу? Скучно, неинтересно. И жизнь ответила ему, потому что жизнь проходит мимо тебя. Ты словно премудрый пескарь, спрятался от нее. А жить нужно так, чтобы жизнь из любопытства остановилась, не прошла мимо, заинтересовалась и осталась. Тогда ты будешь счастлив. Седьмой человек спросил у жизни, почему я так живу? Ничто не приносит мне радости. И жизнь ответила ему, потому что ты живешь не своей жизнью, и радости эти не твои. Найди себя, свои чувства, желания, мечты и цели, слова и ощущения, книги и фильмы, песни, круг общения. Найди свою жизнь, и тогда ты будешь счастлив. Друзья, для счастья нужно не так много. Жить не на зло, а на радость. Не вопреки всему, а благодаря. Не на зависть всем, а для вдохновления. Жить не на показ. Нужно быть, а не казаться. И никому ничего не доказывать. Прекратите жить чужой жизнью. Найдите и живите своей. Не дайте жизни пройти мимо вас. Подпишитесь и напишите в комментариях ваше мнение о данной притче. Поставьте лайк, поделитесь роликом в соцсетях и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. С вами был канал Притчи и Рассказы. Всего вам доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин